Несмотря на экономический кризис, реформа жилищно-коммунального хозяйства продолжается. С помощью созданной в 2007 году государственной корпорацией фонда содействия реформированию ЖКХ в России уже ведется капитальный ремонт 80 тысяч жилых домов. Главное условие, которое необходимо выполнить для получения денег из фонда, участие самих жителей. Им нужно оплатить 5% от стоимости строительных работ. А для этого необходимо товарищество собственников жилья. Из Владимира специальный репортаж Алексея Ляхова. Деревянные стены, печное отопление и удобство на улице. В этом доме Галина Владимировна живет с самого рождения, 63 года. Муниципальная квартира ей досталась по наследству от матери. Уже 12 лет жильцы этого дома ждут переселения. А в прошлом году у здания начал просаживаться фундамент. Опасаясь обрушения, люди обратились во Владимирскую администрацию. Мы создали комиссию. Комиссии, наверное, было 5 или 6. Приходили и признали, они это все видели обстановку, признали нас аварийными на переселение. Потом мы вошли опять на прием и нам сказали, что вот нам дадут в новом фонде. Мы очень, конечно, не верили. Ужаснулись, что нам такие квартиры. Но, видите, это действительно случилось реально. Новый год Галина Владимировна вместе со своими соседями будет праздновать уже вот в этой новостройке. Строители обещают завершить все работы к декабрю. Вот это моя квартира. 88-я, наконец-то. Мы ее отождали. Даже волнуюсь очень. Очень долго ждали. Переселение людей из аварийного и ветхого жилья – это одна из самых дорогостоящих программ. Кроме бюджетных, деньги на строительство муниципальных квартир выделила государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». С его помощью за два года из аварийных домов удалось переселить около 50 тысяч человек. Часть квартир здесь будет продана, но продана в кредит, по ипотечному кредиту. А часть получает муниципалитет и использует это для решения жилищных проблем тех, кто живет в ветхом аварийном жилье. Вторая программа, по которой фонд выделяет деньги – это капитальный ремонт. Сейчас с участием госкорпорации в стране ремонтируется более 80 тысяч жилых домов. Везде устанавливаются новые энергосберегающие системы. Мы поставили термо… Вот стоят новые водогреватели ВП-100. Изоляция, значит, все новое. Также мы установили здесь теплощетчик. Использование энергосберегающих материалов – это одно из основных требований фонда. Они позволяют не только сохранить тепло в домах россиян, но и служат намного дольше. Например, вместо привычного рубероида на крышах укладывается новое мембранное покрытие. Рубероид сколько служит? Семь. Максимум. Ну, то есть соотношение примерно один получается один с четырем. По длительности срока эксплуатации. А по цене разница только в полтора раза. То есть прямая экономика получается в три раза выгоднее. Еще одно условие финансирования фонда – участие самих жителей. Им нужно оплатить 5% от стоимости строительных работ. Некоторые граждане, они так с опаской отнеслись к тому, что им свои 5% надо платить. Да? Вот я знаю, и тут колебания такие были. Мы же привыкли все. Ну, реально это получилось выгодно. Получилось выгодно. То есть вы дали определенную сумму, а потом получили назад. Больше получили назад за счет того, что установлены новые счетчики, за счет того, что теплопотери меньше стало. Установка приборов учета, использование новых энергосберегающих материалов – все это приводит к снижению стоимости коммунальных услуг. И деньги, которые жители вкладывают в ремонт, как правило, возвращаются уже через несколько месяцев. У нас в мае месяце, по-моему, в мае, был сделан перерасчет. И сразу заметно, намного разница большая. Около 500 рублей, да. 400 или 80, или 490. Здесь жители сами организуются, они создают товарищество собственников жилья. Они заключают соглашение с управляющей компанией. Они подробнейшим образом обсуждают. Не знаете, как маленький ребенок, который сидит, ждет, пока его там оденут, а будет, так сказать, в рот положат. Нет, они сами выбирают для себя оптимальный вариант ремонта. По словам чиновников, город Владимир – это показательный пример. В 81 из 83 субъектов России сейчас заканчиваются строительные и ремонтные работы. Главное – успеть до морозов. Те деньги, которые были выделены фондом за два года, это 166 миллиардов. Вот все программы должны быть закончены к 1 января 2010 года. То есть в данном случае все уже нюансы практически пройдены. Все проблемные точки мы знаем, регионы их знают. Поэтому работаем на сегодня, в первую очередь, над тем, чтобы все программы были сейчас закончены. Несмотря на внушительные размеры фонда – более 240 миллиардов рублей – этих денег на капитальный ремонт всего ветхого жилого фонда в стране не хватит. В связи с этим сейчас разрабатывается проект закона, согласно которому регионы сами будут финансировать ремонтные работы. Алексей Лехов, Роман Ковалев, главная тема.